МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенью 2003 года специалистам Рязанского научно-технического центра видеокомпьютерных технологий передали необычную просьбу. Представителям австрийских спецслужб требовала срочная помощь в отслеживании горного маршрута транспортировки наркотиков. Задача заключается в том, чтобы с помощью технических каналов технического зрения можно было видеть интересующие объекты в любую погоду, днем и ночью, на максимально больших расстояниях, чтобы аппаратура, которая обеспечивает такое видение, могла бы не только обеспечивать видение в любых условиях, но также производила бы и интеллектуальную ее обработку. Сейчас вы видите уникальные кадры. До недавнего времени они были доступны только специалистам. Самолет-разведчик действует в условиях сплошного тумана. Его аппаратура интеллектуальной обработки информации выдаёт адекватную картинку и уверенно сопровождает цель. При необходимости система стабилизирует изображение, полученное сразу с видео и тепловизорных камер. Сегодня именно такой компьютерный мозг обеспечивает эффективность спецопераций, он неизмеримо повышает возможности технического зрения, используемого во всех видах боевых роботов. Охота за наркоторговцами в австрийских горах стала лишь первым эпизодом, слегка приоткрывшим завесу секретности над российскими новейшими разработками. На самом деле появление суперглаза это важнейший этап в решении задачи, над которой учёные всего мира бьются вот уже полвека. Именно сейчас создаётся искусственный интеллект для универсальных роботов 21 века. Они смогут не только выполнять команды, но и самостоятельно оценивать боевую ситуацию и принимать решения. О тайных страницах в истории робототехники и самых уникальных разработках наш фильм сегодня. Боевые роботы. 1921 год. Россия переживает тяжелейший экономический кризис в связи с последствиями Первой мировой и гражданской войны. В это время совершенно неожиданно выглядело особое указание Ленина о перечислении огромных средств на счёт вновь образованного конструкторского бюро под руководством никому неизвестного изобретателя Владимира Бекаурия. Основанием для столь необычного поступка послужила пухлая папка, в которой содержалась информация о создании невиданного оружия. Ну и если вспомнить историю, вообще само понятие робот возникло от чешского слова «работ», которое в вольном переводе на русский как раз и означает «тяжёлую работу». То есть сам робот – это техническое устройство, облегчающее жизнь человека. В 1921 году чешский писатель Карл Чапек представил публике пьесу под названием «Россумские универсальные роботы». Удивительный сюжет о создании искусственного человека сразу привлёк к себе внимание. Правда, уже тогда у писателя появились опасения, что слишком умные роботы однажды смогут выйти из-под контроля людей. Первый чертёж человекоподобного робота сделал Леонардо да Винчи. А в 1495 году он представил детальный макет механического рыцаря, способного сидеть, двигать руками и головой, а также поднимать забрало. С 18 века общества стали будоражить сообщения о создании машин с признаками разума. Однако очень быстро выяснялось, что это просто мошенничество. Внутри разумной машины всегда прятался живой человек. А этот механизм в конце 19 века придумал русский инженер Чебышев. Модель под названием «Ступоход» была призвана доказать, что лучшую проходимость транспорту обеспечивают не колёса, а ноги. Вот здесь крепился полный привод, с помощью которого модель передвигала своими конечностями. В начале 20 века в секретных военных лабораториях уже активно велись работы по созданию удивительных машин. Первый дистанционно пилотируемый летательный аппарат русскими инженерами был создан уже в 16-м году. Но упоминание о создании такой техники в Германии относится к 15-му году. В Советской России одним из тех, кто живо интересовался новинками техники, был полководец Михаил Кухачевский. О конструкторском бюро Бикаури он узнал одним из первых и горячо поддержал создание дистанционно управляемого оружия. Готовясь к будущим войнам, Красный Маршал всерьез увлекся идеей роботизации армии. Совершенно секретно. 10 января 1930 года. Москва. Наркому по военным и морским делам СССР Клименту Ворошилову. Учитывая опыт последней войны с империалистической Германией, можно с уверенностью говорить о том, что значительная роль в будущих войнах будет отведена танкам. В связи с этим, считаю необходимым создать особые дивизии, состоящие из техники, действующей без экипажа. Управлять ею будет возможно при помощи радиосвязи. Подобные телетанки эффективно использовать для разведки и диверсионных операций. По нашим данным, подобные машины уже испытываются в Германии и США. Из доклада о реорганизации вооруженных сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии, командующего Ленинградским военным округом Михаила Тухачевского. Через год план реорганизации войск лично утвердил Иосиф Сталин. Главную ставку было решено сделать на танки. Это были серийные танки Т-26, на которые была установлена спецаппаратура. Есть танк ТУ, танк управления, так называемый, и танк ТТ, телетанк, который ходит сам по радио, по командах с танка ТУ. Короче, получается такая вещь, что как будто бы это, они не разлучны, как, допустим, муж с женой, так самые эти танки. Они погруппно были созданы. К началу 40-х годов на вооружении советской армии находились уже более 30 телемеханических групп. Они относились к технике особой секретности. Солдаты, проходившие службу в закрытых танковых частях, оказались под жестким контролем со стороны особого отдела армии. Усилия, так и так, даже находясь в туалете, допустим, где-то в чужом, не в своей части, так, чтобы никакой разговор о танках наших не было нигде ничего. мы только могли где-то в этих самых рабочих местах, в парках, допустим, в кабинетах для тренажеров, значит, так. Были у меня родители, хотели вообще как-то открыть, Танюш, я в такой части, в той другой, в той, 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 в той. Но я не имею права. Кто его знает, вообще. Я бы, да, скажем, что-то не сказал, сказал бы так, может быть, им только. Они где-то кому-то поделились, что вот мой сын, значит, в такой-то части. Короче говоря, до сих пор никто не знает вообще. Молчание сохраняло жизнь. В конце 30-х годов кровавая чистка в армии достигла невиданных масштабов. К тому времени, как предложенное Тухачевским перевооружение армии сделало ее одной из сильнейших в мире, он был расстрелян как враг народа. Та же страшная судьба постигла в 1938 году и изобретателя Владимира Бекаури. Несмотря на то, что созданные им машины стали секретным резервом Красной Армии. Искусство управления телетанком можно было научиться в течение года. Для молодых бойцов это наверняка была захватывающая игра. Ведь таких суперигрушек у них в детстве не было. Вручную с помощью кнопочного пульта определялся не только вектор движения танка, но и угол поворота башни, работа огнемета, лавирование в условиях противотанкового обстрела и даже пуск дымовой завесы. Однако очень скоро у телемеханической пары обнаружилась ахиллесова пята. Однажды в ходе учений роботы внезапно перестали выполнять команды операторов. Никаких повреждений техники не обнаружили, но это было настоящее ЧП. И тут кто-то обратил внимание на высоковольтную линию, рядом с которой проводились учения. Именно она и создавала помехи для радиосигнала. Тогда стало ясно, что телетанки можно применять далеко не в каждой ситуации. Советское чудо оружия впервые оказалось в реальном бою в ходе войны с Кинляндией. В феврале 1940 года телетанки были брошены на прорыв суперукрепленной линии «Маннергейт». Среди новейших образцов особенно выделялся подрывник, созданный на основе танка Т-26. Нам известно, что по крайней мере два дота с помощью роботизированных танков были из строя выведены. То есть такой танк доставлял значительный боеприпас непосредственно в зону долговременного укрепления. И после подрыва этот дот прекращал свое существование. И войска могли решать свои боевые задачи более успешно. Однако триумф телетанков был недолговечным. В процессе их использования на пересеченной местности выяснилось, что роботы не могли выполнять приказы. Если воронка имеет значительные габариты, то просто теряется радиоуправление. А в условиях реального боя восстановить его достаточно сложно. Но я думаю так, что это не принципиальное ограничение. Нападение Германии на Советский Союз в июне 1941-го не позволило продолжить работы по усовершенствованию боевых роботов. Телемеханические группы были расформированы. Секретная аппаратура спрятана в тылу, а танки отправлены на фронт, как обычные линейные машины. Но через некоторое время на полях сражений телетанки все же появились. Правда, вместо звезд на их бортах были нарисованы спасти. Телеуправляемых танков или телетанкеток, как они их называли, было изготовлено очень большое количество, около 7 тысяч. Но сам размах такого производства говорил о том, что немецкие военные теоретики и практические военные возлагали на них значительные задачи. Немецкие роботы также оказались слишком унизвимы. Технологии 40-х годов не позволили телетанкам стать грозной силой во время Второй мировой войны. Робот не должен причинить вреда человеку. Именно так звучал один из первых законов робототехники, который знаменитый писатель-фантаз Айзек Азимов сформулировал еще в 1942 году. В реальной жизни оказались востребования роботы-убийцы. Интересы военных стали одним из главных стимулов для развития этой сферы техники. Каждый этап в ее совершенствовании оказался связан с очередным военным конфликтом. Холодная война положила начало эпохе высокоточного интеллектуального оружия. Во второй половине 20 века боевые роботы стали важнейшим звеном в борьбе за мировое лидерство и вместе с запуском первого искусственного спутника вырвались в космос. Соперничество в области космических исследований между СССР и США было в самом разгаре. После триумфального полета Юрия Гагарина, американцы сконцентрировали усилия на лунной программе. Это имело колоссальное стратегическое значение. Совершенно секретно. 20 апреля 1965 года. Вашингтон. Министру обороны США Роберту Макнамару. По нашим данным, русские приступили к созданию планетоходов для длительного пребывания на Луне. Такие роботы способны не только выполнять геолого-разведочные задачи, но и при необходимости решать боевые задачи. Если рассматривать Луну как арену боевых действий, необходимо учесть, что СССР может первым создать там базу для контроля над космосом. В 60-е годы научный мир был потрясен удивительными открытиями в области микроэлектроники и программного обеспечения ЭВМ. Скорость вычислений увеличилась в десятки раз. Ученым казалось, что они буквально в двух шагах от создания искусственного интеллекта. Машины-роботы могут делать многое. Все, чему их научил человек. С каждым годом в мировом промышленном производстве растет число машин-роботов, которые в самых различных отраслях избавляют людей от тяжелого однообразного труда. В 1967 году на советский экран вышел фильм под названием «Его звали Роберт». Красивый и интеллигентный биоробот в исполнении Олега Стриженова был немного несуразен, но удивительно вписывался в модель человеческого поведения. Стой! Прежде чем уйдешь, скажи людям «до свидания». «До свидания». Но это только начало. Фантазия кинодраматургов опережала реальные возможности технологии 60-х годов. Они не могли обеспечить создание биороботов. Однако именно в это время советские конструкторы разработали не менее уникальные аппараты. 17 ноября 1970 года на поверхности Луны впервые появились следы советского робота. Луноход, сконструированный знаменитым КБ имени Лавочкина, заставил западный мир замереть от ужаса. Неужели Луна теперь в руках русских? Это был громадный шаг в развитии технологии. Немногим было известно, что созданием уникального аппарата занимался головной институт танкостроения НИИ «Трансмаш». Первыми консультантами проекта выступили разработчики довоенных телетанков. Систему управления и проходимость лунохода удалось сделать на порядок более совершенной. У нас появился новый способ передвижения колесного шагания, когда стопою является не стопа, как в обычном смысле, а само колесо является стопою. И это было качественное совершенствование проходимости. Робот выполнял задачу в экстремальных условиях при колебании температур от минус 170 до плюс 150 градусов. Управление аппаратом осуществлялось с Земли на гигантском расстоянии около 400 тысяч километров. Эту сложнейшую задачу посменно выполняли операторы, которые почти год отрабатывали навыки на лунодрон, имитирующем неоднородную поверхность Луны. Управлять роботом оказалось чрезвычайно сложно. Изображение с Луны передавалось оператору с задержкой на несколько секунд. Из-за этого всего через месяц активной работы аппарат оказался в критической ситуации. Самое драматичное – это 9-часовой непрерывный сеанс, когда мы пытались выбраться из кратера. Ну, попали мы туда, конечно, я ничего не могу сказать, там водитель ручку держал. Вот. Ну, его было очень плохо видно. Такие условия освещения, что, ну, просто нам не повезло. Благодаря уникальному шасси космический робот смог выйти из кратера задним ходом. После этого он без ЧП проработал еще два месяца, полностью выполнив запланированную программу. СССР в очередной раз подтвердил свое лидерство в освоении космоса. Но в это же самое время на Земле американцы испытывают другой класс новейших роботов. Площадкой для этого стала одна из самых кровопролитных войн второй половины 20-го века. Совершенно секретно. 12 января 1971 года. Вашингтон. Министру обороны США Мелвину Лерту. В ходе военных действий во Вьетнаме силы американских ВВС несут серьезные потери. Армия противника, используя советские зенитно-ракетные комплексы, с высокой точностью поражает самолеты, выполняющие боевые и разведывательные полеты. Для сохранения жизни летному составу предлагаю более масштабно использовать беспилотные летательные аппараты типа 147 с предельной высотой полета до 500 метров. Такие аппараты крайне трудно поразить обычными средствами ПВО. Главнокомандующий войсками США во Вьетнаме Крейтон Абрамс. В марте 1971 года комиссия Президиума Совета Министров СССР приняла судьбоносное решение о развитии беспилотного самолетостроения. Подобные аппараты становились необходимы в новых исторических условиях. Наступала эра локальных конфликтов. Мобильные и незаметные для радаров роботы-разведчики могли сыграть в них главенствующую роль. В начале 70-х в КБ Туполева проектируется беспилотный самолет-разведчик «Рейс», обладавший уникальными свойствами. Конструкторам удалось добиться значительного снижения радиозаметности аппарата. По мнению экспертов, «Рейс» значительно превосходил по своим характеристикам американские аналоги. С 1971 года в Советском Союзе робототехника официально признана как новое научное направление. Главным интеллектуальным центром по созданию роботов становится МВТУ имени Баумана. А еще через 8 лет именно здесь, по заказу КГБ, впервые создан аппарат для обезвреживания взрывоопасных предметов. А в апреле 1986 года весь коллектив кафедры спецмашиностроения был брошен на выполнение задания небывалой важности. За несколько дней требовалось представить робота, способного действовать в условиях чудовищного радиационного фона. При ликвидации аварии в Чернобыле только так можно было спасти жизнь тысячам людей. Импортные роботы вышли из строя практически сразу. Советский же аппарат, под забавным названием «МОБОТ-ЧХВ», выполнил все поставленные ему задачи. Конец 80-х годов ознаменовался крупными переменами во внешней и внутренней политике СССР. В декабре 1987 года в Вашингтоне главы США и Советского Союза пришли к соглашению об уничтожении всех ядерных ракет средней тальности. А через два месяца Михаил Горбачев сделал сенсационное заявление о выводе советских войск из Афганистана. В Советском Союзе началась эпоха перемен. Финансирование даже приоритетных космических программ катастрофически сокращается. Одним из последних крупных проектов стал запуск в 1988 году многоразового корабля «Буран». На околоземной орбите побывал и невиданный до тех пор робот. Таких установок было всего две на земном шаре. Вот у нас здесь она и сейчас существует. Вторая была такая установка, сделанная в Байконуре. Это был уникальный манипулятор, который мог переносить груз до трех тонн в условиях невесомости. Несмотря на солидные размеры 15 метров в длину, аппарат был на удивление легкий. Всего 325 килограмм. А в условиях космоса каждый лишний грамм был буквально золотым. Конечно, вопрос создания разработки роботов-манипуляторов уже к тому времени был известен более-менее в науке и в практике, поскольку роботы для обычных целей земных на предприятиях такие уже существовали. Но вот для таких космических условий, естественно, задача была поставлена впервые. В этом была его уникальность изначально. Но в СССР существовали и другие уникальные научно-технические программы. После успеха луноходов ученые спроектировали аппараты для изучения Марса и ФОБОСа. Однако ими нельзя было управлять с Земли, так же, как лунным роботом. Из-за расстояния в миллионы километров задержка сигнала составила бы десятки минут. И тогда конструкторы впервые поставили перед собой грандиозную задачу. Научить роботов действовать автономно. Они должны были сами выбирать оптимальный маршрут. Причем в экстремальных условиях неизвестной планеты. Там использовался сканирующий лазерный дальномер. Это была разработка Ленинградского военно-механического института. С помощью этого дальномера сканировалась среда вокруг робота. И определялись проходимые и непроходимые участки. Дальше эта информация отображала специальную базу знаний робота о среде. И с помощью этой базы знаний, значит, с помощью так называемой нероподобной структуры определялись текущие действия робота для достижения цели по оптимальной траектории. В конце 80-х эти гениальные разработки остались невостребованы. Принципы создания автономных роботизированных комплексов были использованы только через 10 лет. В 1996 году на закрытом полигоне в Кубинке прошли испытания новой машины. Она так поразила представителей Минобороны, что эксперты назвали ее «танцующий танк». Сложнейшую траекторию движения машины можно было действительно сравнить с танцами. Робот имел уникальную информационно-управляющую систему, которая позволяла ему самостоятельно оценивать обстановку и выбирать маршрут. На сегодня существуют автоматические коробки передач, которые или дистанционно, или автономным образом управляют танком. Причем существует возможность управлять не только органами, обеспечивающими перемещение бронетанковой техники, но и тем вооружением, которым они располагают. В конце 20-го века небывалый скачок в области высоких технологий позволил говорить о создании искусственного интеллекта. Роботы постепенно превращаются в полноценных участников боевых операций. С помощью видеокамер они начинают видеть, с помощью сложной системы сенсоров – чувствовать, с помощью компьютерного мозга – анализировать. Японские выставки робототехники поражают посетителей сложнейшими моделями. Всеобщий интерес к небывалым техническим новинкам подогревают и голливудские блокбастеры. Фильм под названием «Короткое замыкание» начинался с эффектной сцены, в которой роботы-андроиды поражают телетанки из высокоточного оружия. Но гораздо более удивительной оказалась способность главного героя действовать в условиях незнакомого города и выражать сильные эмоции. Реальные роботы еще не обладали такой чувствительностью. Однако их способность к сложнейшему маневрированию уже активно применялась в боевых операциях. В июле 2000 года в лесу неподалеку от Грозного были схвачены двое боевиков. В ожидании допроса их поместили в камеру предварительного заключения. И вдруг через два часа к ним был срочно вызван врач. Симптомы внезапной болезни задержанных повергли его буквально в шок. Включились в работу медики и специалисты по радиационно-биологической защите и выяснили, что это возможно облучение от радиоактивных источников. Через три часа в Москве был поднят по тревоге отряд спецназа МЧС «Лидер». Задание, которое он получил, было крайне рискованным. Ему предстояло обнаружить спрятанную в районе Грозного огромную партию ампул с радиоизотопами, похищенную с заброшенного химкомбината. По сведениям, полученным от боевиков, это было связано с подготовкой в Москве невиданного по масштабам теракта. К моменту, когда все это было выявлено, они просто-напросто уже умерли. Они получили достаточно большую дозу облучения. И тогда отряд спецназа МЧС захватил с собой Грозный уникального помощника. Смертоносные ампулы должен был найти робот-разведчик, которого в отряде прозвали Вася. Сегодня в распоряжении МЧС есть еще более совершенные машины, как, например, вот этот робот, созданный в МВТУ имени Баумана. По степени свободы движения и чувствительности он сравним с человеческой рукой. Он может работать с такими хрупкими предметами, как, например, карандаш или стекло. Современная система технического зрения позволила роботу передвигаться в сложнейших условиях. Это была практически труднопроходивая местность, где высокая поросль, кустарники, овраги, строительные материалы различного содержания. Это вызывало трудности в его прохождении и очень сильно усложняло процесс поиска небольших радиоактивных материалов. Робот смог прозондировать территорию в несколько сотен квадратных метров, прежде чем обнаружил источник необычайно сильного излучения. Теперь разведчик должен был выполнить и работу ликвидатора. С хирургической точностью робот поместил ампулы в специальный контейнер. Жизни тысяч людей были спасены. Российские разработки вызывают колоссальный интерес за рубежом. Делегации из Кореи, Японии и США стараются собрать максимум информации, нередко секретно. В 2004 году на закрытом полигоне под Москвой прошел испытание новый роботизированный комплекс, на котором отрабатывалась маневренность на пересеченной местности и система технического зрения. И вдруг, через год, наши разработчики узнали, что точно такая же машина создана и в американском агентстве DARPA. Ко мне на следующий день, когда только вот здесь эта информация получилась, подошли двое моих сотрудников с этими. Это было даже где-то опубликовано. И с удилением сказали, Василич, смотри, нас подглядывают. Опытные образцы российских роботов ни в чем не уступали зарубежным аналогам. Вот этот небольшой до 80 килограммов аппарат с помощью телекамеры и следящего лазерного дальномера получает на свой компьютер комплексную информацию, мгновенно ее обрабатывает и создает трехмерное изображение пространства. Его уникальные колесные шасси мастерски их обходят или преодолевают любые препятствия в зависимости от поставленной задачи. Мы так планируем эти траектории, чтобы он к лестнице подъезжал под прямым углом. Значит, тогда он лучше будет цепляться, и не будет проскальзывания там. То есть существует ряд методов, которые позволяют решать эти задачи. 8 октября 2005 года в пустыне Мохаве, штат Невада, США, завершились гонки роботов-автомобилей, которые проводит агентство передовых научных исследований так. Маршрут по сложно пересеченной местности длиной около 200 километров преодолели 5 из 23 участников. Развлекательный характер мероприятия скрывал важную задачу – отработку движения роботов в заранее неизвестных условиях. Именно на такие автономные машины с искусственным интеллектом делают сегодня ставку американские военные. В ходе боевых действий в Ираке уже используются десятки роботов-разведчиков и саперов. Это направление очень перспективное, как считают и американские ученые, так же и наши ученые, и считают, что будущее за автономными машинами. А для этого требуется, прежде всего, создать хорошие системы технического зрения, которые работали бы, особенно это важно для военной техники, и ночью, и днем, и при любых условиях климатических. Первое. Второе. Должна быть отработана программное обеспечение. Это очень важно. Особое место сегодня занимает беспилотная авиация. В ее задачи входит уже не только сбор информации, но и целеуказания, корректировка стрельбы, создание ложных целей и помех для радиоаппаратов. Одна из последних российских моделей, созданная в КБ «Луч», многоцелевой комплекс воздушной разведки «Типчак». В новейшем справочнике по мировой беспилотной технике только воздушных роботов указано более 250 моделей. Часть из них только разрабатывается, другие уже в эксплуатации. В ходе последней войны в Ираке в небе находилось около 700 американских беспилотников различных модификаций. А к 2015 году Пентагон планирует заменить треть личного состава армии боевыми роботами. В условиях локальных конфликтов на первое место выходит оперативная разведка. Так, мобильные отряды израильской армии сегодня обеспечены микробеспилотниками. Они запускаются с ручной катапульты и способны передать информацию о том, что делается за ближайшим поворотом или выступом скалы. Такие системы эффективны и при патрулировании государственной границы. Россия должна контролировать не только сухопутную и воздушную границы, но и обширную морскую территорию. Для исследования самых труднодоступных ее участков Институт океанологии Российской Академии Наук разработал в 2005 году аппарат, аналогов которому в мире не было. Совершенно секретно. 15 июня 2005 года. Вашингтон. Командующему ВМС США Гордону Ингланду. При проведении операции по ликвидации химической опасности в Балтийском море русские использовали новейшего разведчика под названием «ГНО». Он обладает гидролокатором кругового обзора, который позволяет ему видеть на расстоянии более 100 метров. Он самостоятельно опознает цели и способен выполнять работы по обезвреживанию подводных мин. Управление роботом может осуществляться даже через интернет за несколько тысяч километров. Руководитель агентства по передовым исследовательским проектам Энтони Тейтер. В 21 веке роботы становятся все более многофункциональными. Технологии позволяют создать модульные конструкции, которые превращают машины в универсальных солдат. В 2006 году в Ираке Пентагон выпустил на поле боя новый класс наземных роботов под названием «Пэкбот». Эти разведчики весом всего 20 килограмм не только способны обнаруживать утечку химикатов или минные поля, но и оказывать экстренную помощь раненым бойцам. Аналоги таких машин сегодня разрабатываются и для российской армии. Этот медицинский робот может решить две задачи. Во-первых, он может достигнуть того места, где лежит военнослужащий, получивший боевое поражение, и проанализировать состояние организма этого военнослужащего и, может быть, произвести какую-то инъекцию. И вторая его задача – вывести этого военнослужащего в безопасное место, где ему может быть оказана квалифицированная медицинская помощь. Сегодня роботы лишь обеспечивают успешные действия солдат на поле боя. Но по прогнозам военных, через 10-20 лет группы умных машин будут решать исход сражений. Уже сейчас существуют образцы интеллектуальных систем управления четырьмя и более роботами. Это направление очень важным является в настоящее время. Оно очень хорошо укладывается не только в концепцию безлюдных войн, но и в концепцию войн сети центрических, когда большая совокупность однотипных технических устройств выполняют боевую задачу, взаимно обмениваясь информацией, корректируя свои действия, используя датчики от большого количества аналогичных систем. В июне 2007 года американская компания «Экосистенс» сделала сенсационное заявление. В ближайшее время она создаст уникальное боевое подразделение многофункциональных роботов. Их коллективный разум будет действовать по тем же законам, которые существуют в общинах насекомых, например, муравьёв. Главной проблемой для разработчиков является обеспечение адекватных действий машины в случае потери её контакта с боевой группой. Российские учёные успешно решают подобные задачи. Ведь алгоритмы поведения искусственного интеллекта в критических ситуациях начали разрабатываться в нашей стране 10 лет назад. Мы идём впереди пока что. Но в ближайшее время зарубежные конкуренты, конечно, догонят и, возможно, и перегонят нас, потому что там вкладываются огромные деньги в это направление. Мы же занимаемся это практически, ну, как бы, инициативно. То есть есть, конечно, небольшая подпитка, но по сравнению с зарубежными, так сказать, проектами, это там на порядке меньше денег. Темпы развития робототехники не оставляют времени на раздумки. Опытные образцы новейших боевых машин, созданных в российских КБ, должны как можно скорее встать в строй. Можно ли считать безлюдные войны роботов гуманными? Вопрос, конечно, философский. Так или иначе, технологии сегодня развиваются именно в этом направлении. В американском обществе большинство негативно относится к последним военным операциям Пентагона. Там гибнет слишком много солдат, считают граждане США. В ответ на это Министерство обороны увеличило финансирование проектов по созданию боевых роботов почти наполовину. Только один институт робототехники при университете Карнеги-Меллон получает 30 миллионов долларов в год. У России есть, что противопоставить Западу в плане научных разработок. Теперь сохранение баланса сил зависит только от финансирования. У нас есть шанс первыми увезти с поля боя своих солдат и сохранить им жизнь.